привет друзья подписчики моего канала просто зрители знаете народ началась у нас путина вот уже второй день и на рыбалке и такая проблема возникла сейчас у нас видите наводнение вот вот я стою на дороге а вот уже вот знаки видеть все в воде короче а это вот здесь вот вот дорога пошла вот между кустов вот здесь дорога мы по ней заезжаем суть не в этом короче воды очень много и мы сейчас плаваем сетками верховыми так называемые моих а ну называем верховыми это что это значит это значит что сетка подвязана вот видите пенопластовый поплавок здоровый и через каждые 10 метров у нас идет вот такой поплавок повязанной на петельку просто вот видите на 1 удавочку раз и через каждый пенопластовый поплавок вот сетка у меня вот это 80 метров спрашивали про нее а сетка рабочая ловит все плавная 3 3 3 метра высотой 80 длиной отличная сеточка рыбу держаться сегодня поймали на нее сама килограмма 25 где-то башка она уже короче было пилили выкинули воду но не суть видео не про это и столкнулся такой проблемой смотря где плаваем короче затопленные кусты деревья и цепляем макушки деревья вставлять какая там я потом выйду покажу вам это может видео попозже и нужны сделать в новые балберы хочу сделать под верховые сети вот эти вот если так регулировка чтобы можно было регулировать глубину отпуск чем короче по не по мере необходимости где-то может быть надо два метра длина поводков а где-то метр одета может полтора полтора метров упалах собираем кусты ветки с яблочками . вытаскиваем короче сейчас буду делать балберы из чего и как я вам покажу расскажу и хочу сделать чтобы они были удобно съемными и можно было регулировать без проблем вот эту вот длину вот этой веревки отпуска сетки на какой глубине на будет идти смотрите я придумал как и думаю будет вам тоже интересно если вы рыбачите верховыми сплавными сетями это будет тема актуальна материал закупил сейчас идем еду домой я еду завтра домой видео буду продолжу снимать завтра это вот можно маленькое вступление в объяснить суть происходящего когда мы и накидываем слетает постоянно неудобно если делать фиксированную то в другом месте уже не заплывешь а я хочу сделать чтобы они были у меня так друзья очень пор приехала домой срывалка сейчас буду делать балберы на подвесы на которых будет идти сплавная сетка так называемая верховая верхом плавать чтобы делать балберы я буду из как она называется утеплитель какой-то да это строительный продаю строительных магазинах вот такими вот листами здоровыми толщина у меня скажу вам сколько самую толстую игру чтобы у нас наличие 5 сантиметров 50 миллиметров разрезал так давайте так по количеству балбер на 100 метровую сетку три четыре метро и четыре пять метров высотой и 3 позитив высотой нужно я я не нужно я я использую 12 подвесов балбер вот значит я лист вот этот делю на три части и на четыре части поперек разрезая получается мне 12 вот таких вот кусков 5 50-го вот так типа пенопласт какой-то но он очень очень жесткий жесткий есть серый цветом он мягкий он крошится его на года на два не хватает и все его на выкидываешь если вам покажу как я буду делать дальше режется обычно простым ножом разрезали раз 4 на 12 кусков его разделили никаких проблем тут не возникнет вообще все без проблем затем смотрите я беру этот кусок пенопласта на дать его словно и пенопласт и делаю два отверстия одно делаю отверстие по диаметру у меня вот 10 1 сантиметр трубочка сверлом на 10 просто рукой без дрели везде чего просверлили чтоб сюда входило как называется вас массовая трубочка сейчас полиэтилена стол сонского кода вот так чтоб она входила по ширине пенопласта вставлять сюда будем трубочку второе отверстие делаем диаметру отверстие делаю ближе от центра вниз к углу чтобы тогда у нас будет здесь проходить из этого то есть ли веревка у нас балбера этого устоять будет вот так как флажок в воде это будет удобно для во первых вас увидите видеть как идет ваша сетка во вторых это будет удобно будут видеть вашу сетку катера которые будут проезжать по ней возможно даже так потому что мне одну сетку проезжал пассажирский пара пароход блин омик он 9 такой был вот поэтому делаю сбоку чтобы балбера стояла воде не вот так пошли лежала а вот на буду она будет есть веревка будет тянуть и на буду так стоять берем трубочку трубочка естественно может вывалиться поэтому берем клей для раньше модно было потолочную плитку клеили помните пенопластовых вот эти балберы пенопласт разъедается бензином маслом и следить это протекает в лодке бензин для масла на них попадет на на балберу разъедает расплывается также клей момент тоже не годится он ее разъедает нужен вот такой клей ну такого плана который не нейтральный ко всей этой фигни трубочку смазываем клеем нижнюю часть до конца и мазать не надо потому что мы будем это задавливать и клей соберется вверх упала все равно потихоньку плотненько проходит все лишний клей убираем выравниваем из поклея все вот такая конструкция получается ведь трубочка нам не даст дальнейшем разорвать веревкой пропилить балберлину во вера будет служить у меня по пять лет они стоят работают долго пока не потеряются сейчас клей пока подсыхает я со всеми остальными сделаю то же самое и расскажу маленько про веревку которую будем здесь использовать так веревки смотрите здесь я специально выписал вот такой дайвайновский шнур 100 метров 110 килограмм диаметр 2 и 5 будет более чем достаточно ну тест 10 грамм понимаете что это просто нереально конечно порвать его будет толще не нужно и он жесткий есть ничего такая веревка но наведите мягкая вот такая веревка будет больше путаться балберы будут пока при выборке будут запутываться перекручиваться берите пожёстче не станет и вытащит я выписывал у вас сайта петр канат часто выписываю такого плана на перемета нехорошие есть там плетеные скрученные я сам покажу свой знаками покажу какой жесткий вот смотрите несмотря на то что диаметр всего 2 и 5 но шнур довольно таки жесткие балбера не будет у вас постоянно перекручиваться западать так по длину продать про длину поводков я делаю обычно три метра не больше потому что сетку отпускаем на глубину полтора максимум два метра обычно метр сейчас вот наводнение люди по 8 метров поводки делали но ребят надо такая муторная фигня вы задолбаетесь их заматывать и сматывает делаем под нормальную воду под нормальные сетки 4 5 метровые и я делаю три метра длины отрезаю кусок веревки вот это его часа надо гладить табуретку перевернуть в ножку сюда вставить иначе запутается потом не разберешь по три метра нарезая пусками такой фал веревочку это сейчас будем привязывать и так еще буквально по услову по размерам баубер ребята меня здесь 19 потому что здесь кромку я посрезал у пенопласта у этого здесь кромка есть вот видно папа мама выступает обрезал ничего показать вам даже увидите короче я поделил по 919 на 25 можно сделать меньше но тогда их надо будет больше это опять лишние проблемы если сделать крупнее саму бауберу и меньше по количеству их на одну сетку использовать она будет если усиленный ветер вас будет их погрузить как пару соседка будет идти не пойми как я считаю что чисто на мой взгляд вот 20 на 20 на 25 это оптимальный размер она и сетку будет хорошо держать 12 штук это не так много и там за замотать скинуть как будем крепить и чуть попозже расскажу вот на мой взгляд это идеальный размер 50 баубера толстая не у сетка ваша с рыбой даже не попадется там сотня кетин все это не утонет кто не знает может такого после вас не получалось но если попадает много рыбы плавная сетка верховая тонет а плаваем и как правило не по тоням а где угодно верховой может плавать и садитесь на задевки все эти рубли цирку обрезаете чтобы сетка баубера надо делать нормальный не мельчите такие вот зюльки вот такие кирпичики сделают и плаву когда цикл либо попадется на все платонет и вы садите на задет и порежите сетку выкинуть так все режем веревку три метра по три метра кусками вот кусок веревки отрезаем здесь управляем и смотрите здесь мне просверлено отверстие меньшего диаметра вещи большего для чего сейчас я покажу вставляем веревку в угол завязываем нормальный такой большой толстый узел я даже их маленько с петелькой делают чтобы узел не проваливался она даже никуда не денется но чтобы держалась нам все хорошо вот такой с хвостиком сюда его загоняем чтоб еще не торчало не то порчилось и защитку ничего не цеплялась и так они естественно сюда клей все у нас будет монолит вот такая конструкция все легко и просто ну это будет надежно и крепко сейчас клей подсохнут потом капну сюда еще клей и все теперь когда готова все сматываем старайтесь сделать одинакового размера шнур для чего да потому что он потом проще будет регулировать глубину отпуска какую вам нужно намотали вот он сильно не затягивать еще прелесть этого дайвановского шнура его не впитывает себя в воду и он когда начинает сохнуть не стягивается и не ломать капроновые веревки просто раздавливают в ноль вот эту балберку блин ничего не остается можно наматывать так поперёк можно вот так в принципе это не принципиально уже просто так вам удобно будет использовать смотрите дальше вставляем один конец нашу трубочку все когда она будет тереться здесь ничего не прорежет не протрет все губерку стать вот так в воде веревка буду тянуть вниз она будет стать высота фаску сейчас дальше как привязывать ее к сетке ну можно сделать петлю через петлю пропускать потом снимать очень неудобно ребят заказался алиэкспресса стоит копейки 30 штук партия вот такие небольшие карабинчики намного упростит вам жизнь по снятию и надеванию данных этих самых балбер на сетку здесь еще как привяжем да просто привяжем господи чтобы она не крутилась на петельку вот так все сделаем да и все никуда она теперь не денется только не часы подрежу вот и буквально-буквально изоленты один оборот ну два изоленты чтобы хвостик у вас потом нигде не зачем не зацепился все вот смотрите вот такая конструкция получается нигде ничего не цепляется все легко и просто карабинчик этот можно застегнуть просто вот сюда раз все мешок закинули был беру когда надо вам сколько там отмотать глубину сняли карабинчик он со стежкой здесь видите он прижимая ослабили сколько оборотов посчитали там два-три оборота выкинули все вот полтора метра поводок у меня готов есть никаких проблем все легко и просто вообще может быть водостойкий маркер и какие-нибудь рисочки еще сделать там через полметра от поводка когда вообще будет наверное удобно и так надо так сейчас и сделаю там две три одна риска полметра еще метр еще метр и так далее все и дело пойдет трубочка будет держаться здесь на клею если подклеивать будет все работать опять защелкнули карабинчик все все аккуратно ничего нигде не мешает закинули вот такие подвесы я буду использовать давайте буквально долго получается кратенько расскажу хотя бы кратенько на пальцах как цеплять к сетке так налить и вот если меня сетка новая часа то есть будем ловить себя и тоже сплавная 3 метра высотой 80 длиной балбер для нее будет многовато иначе возьмем 10 штук и все не поленитесь гараже когда разбираете сетку набираете посчитайте все балберы на 100 метровых их 150 штук обычно идет вот и от центра от 75 возьмите маркер краску баллончики на центральную балберу брызгали черным там красным только краска с над валяется мужчине по любому день и заражена идете что-нибудь и отсчитываете там 10 балбера читали 11 брызгали краской и так все и потом когда будете набирать уже на воде папа черная балберка раз вот сюда карабинчик застегнули медкамера в руках вы поняли и все и вам это будет очень просто и наглядно и потом спасибо скажите насколько это все будет быстрее и проще так мы все ребят по балберам по подвесным я вам вроде все рассказал селом еще не надоел посмотрите видео до конца часа вставлю сюда вставочку записывал на воде концовку покажу как можно балберы вот эти верховые сетки даже одному и управляться на воде как набирать очень просто и как они вообще складываются в лодку но был верующий старый который в начале ролика были суть я думаю вы поймете кто в теме объяснять им больше ничего не надо ребят и по балберам все смотрите видео до конца там час как набирать порассказывать покажу а еще будет одно видео наверное сегодня я им займусь я покажу как можно сделать офигенные груза для с того чтобы ставить сетки вставнушки чтобы не пригрузить а чтобы как якоря короче можно даже якорь для лодков используя такие груза из пластиковых бутылок нет зритель написал комментариях еще летом все собирался руки не доходили сделать сейчас сделал видео и покажу вам чуть чуть попозже будем делать груза для установки сеток большие маленькие любые нам каким понравится все просто гениально чтобы не таскать с собой там мешок подшипников тем более сейчас их еще и фиг найдешь раньше можно было короче будем делать груза так что будет интересно может подписаться на канал не пропустите мое видео нажмите колокольчик все кому-то вопрос еще спешите на комментариях всем отвечу все смотрите дальше я пошел заниматься балберами кстати оранжевый хорошо будет видно на воде даже в пасхуную погоду маленькое отступление пока я балбер и еще еще на рыбалке балберы пока не делаю я вам покажу как на старых балберах можно набирать сетку одному вот напарник повез рыбу сижу скучаю просто садимся на баночку одеваем камеру и поехали просто значит я так делаю сюда просто нечего делать пока он есть я наберу сетку одного верховая сеть здесь капронка там подвязана через уши жилковая вот чем не нравится капронки они практически не занимают сетки места вот набрал уже метров надо 60 вообще нет сеточка конечно изумительно юра делает ребят кто сетками рыбачит обращайтесь юрий с ростова координатам ссылочку оставлю на его бы телефончик ватсап нашу группу добавляйте ся ватсапе фишерман там обсуждение фотографии видео с рыбалок те которые не могу пользоваться на основном канале все там тоже телефон оставлю ватсаповский где моя группа пишите мне в этом вот опишите я вас добавлю короче поехали набираем сеточку вот пошла сначала набираю юрину здесь вообще проблем никаких нету потому что она посажена на палочном шнуре здесь и грузовой шнур вообще просто все изумительно сеточка конфетка разбираем мотню подтягиваем вот это то что вот на веревке ну на грузовом шнуре она ничего страшного но когда воду попадет сетка на разойдется потрясли опыте вообще капроновые сетки прежде чем набирать всегда мочите прям даже просто в мешке сунули в воду намочили она будет в разы легче разбираться набираться чем сухая совет тем кто начинающих эту профессионально рыбачить знаю либо по ходовой выбираем таки мусора куда ветерок паду штормить час будет однако ладно нас такие мелочи не пугают если вы будете смотреть все это видео значит все в порядке растрясаем и вот бауберка видите привязанная сматываем бауберу вот так и убираем ее в топочку вот сюда под сидушку под баночку и все так и пошли дальше многие одни рыбачат жадный что ли не знаю как можно одного рыбачить это скучно не интересно я люблю в компании вот за грибами люблю ходить один не знаю почему рыбачить надо с кем-то пока наш напарник в отъезде можно заняться и сетками не забывайте подтягивать матню туда наверх когда вы будете скидывать сеть она будет постепенно у вас выходить вот опять баубера пошла этим умер к всяких разных калибров я сделал одинаковые видео посмотрите или уже посмотрели не на как монтировать будут все убираем обратно и сюда об растрясли аквариумные растения выкинули 80 метров сетка ее практически не видно в лодке у меня есть капроновая сетка права сам делал кассимовская 150 метров пять с половиной высотой вообще вот в два раза больше кучка может я будем набирать жилка вы покажут сколько будет жилка в суть в суть вы поняли да двумя руками растрясаем верха в одну сторону зависимости с какой страны вы будете кидать либо справа у вас баубера и обычно справа ставлю мне так удобнее слева для левой рукой правой растрясаю левой выкидываю бауберку в сторону когда заплываем но можно и слева зависит того какой страны кидаете вы на пол и откуда ветер что бывает иногда ветер забывая туда если будете кидать сетку баубер и они будут попадать вам сетку нужно кидать под ветра на то чтобы их уносила ветром от сетки поняли да непонятно выражались но чтобы короче бауберу сдувала ветром она легкая и во время заплывая и сносит вот если вы будете кидать ее допустим суда а сетку за так идет ее ветром будет забывать задавать сеткой нам это постоянно подпутаться надо кидать от сетки чтобы ветром и относила и все будет у вас тип-топ до лесу и покажу сетка одна набрана сейчас пойдет жилковая как связать 2 сплавных сетки жилковую и капронов и скажем или допустим у вас одна разные сетки там одна жилковая допустим 4 метра 2 5 без проблем все это связывается и плавается идет изумительно ровно все как положено только правильно свяжите и все как это сделать я уже видео снял и она уже наверное вышла на канал можете посмотреть или предыдущая или следующая она будет не знаю каком порядке все это сделают когда мы доберусь завтра так что покажу как связывать две сплавные сетки между собой чтобы они у вас работали груз от одной сетки закидываем его под накладок у нас не мешал подтягиваем уши так на краю сетки сюда вешаем балберу обязательно балберу ужасные собирался с воды так вот пошли уши уши также чтобы они вас не перекрестывались разъединяем вот связка ушей вторые уши пошли на второй сетке опять у нас идет груз вот он откидываем его тоже в сторону под край уложим чтобы он нам не мешал все вот эти опять на краю следующей сетки снова у нас идет балбера сматываем ее убираем банку и пошли опять то же самое верха в одну кучку ну кучка будет раз да больше жилковой сетки здорово кушаться они объемные по ходовой убираем опять водоросли мусор какой-то и все это буквально занимает там 15-20 минут вдвоем конечно это быстрее один встает наверх один на низа и погнали быстренько собрали если вы рыбачьте один без проблем можно и в одного плавать большими сетками там не коротышками по 30 метров вот есть у меня 160 метров общей сложности две сетки сушим короче по 200 метров получается конец в общей сложности с веревками от на поло от лодки уши дофига ребят делать балберы я вам покажу сейчас